Здравствуйте, уважаемые товарищи взрослые, меня зовут Сергей Анатольевич Ейбухин и программа Ёмкость, здесь мы обозреваемся в Волгоградце. Увиделись, и это хорошо. Увиделись с вами, и это хорошо. Чем будет радоваться нас Волгоград, расстраивать узнаем прямо сейчас в программе. Правильно, Ёмко. Ну и перед тем, как мы обратим внимание на события, которые творятся в Волгограде, скажу вам, что в ближайшее время, 17 декабря, в 17.00 в эксцентре выступит Николай Емелин с программой За Сталинград. И у вас есть возможность бесплатно сходить на этот концерт, не покупать билеты, потому что у нас есть три билета. Три билета мы разыгрываем в нашей группе ВКонтакте, телеканала Волгоград1. Посмотрите, вам нужно зайти и сделать репост этой записи к себе на страницу и дождаться, дождаться 14 декабря. Четверг мы разыграем бесплатно. Три билета на концерт. Заходите, подписывайтесь и делайте репост. А мы начинаем, мы начинаем смотреть, мы начинаем наблюдать за Волгоградом. Ну-ка. Чирская 2. В районе Хорошева открыт люк, ждет жертву. Так подписал эту фотографию я. Понимаете, вот смотрите, вот с этой стороны вроде так идешь, но, значит, те, кто не совсем ориентируется, это район Хорошева. Вот это вот, здесь написано, что это Чирская. А вот этот вот, вот это, это на самом деле не так безобидно, как выглядит на этой фотографии. Посмотрите, это люк. Туда можно провалиться, если поскользнуться. Знаете, так чуть-чуть, и ты уже там. А самое интересное, вот люди, которые выходили из автомобиля, вот этого, если бы они выходили вечером, то могли бы прямиком зайти и и посмотреть, чем занимаются люди там, в подземелье, в подземном Волгограде. Вам весело? Конечно, это не может веселить. Конечно, это страшно. Мы всегда дожидаемся каких-то трагичных событий и после этого начинаем закрывать люками вот такие открытые сквашины. Но, на самом деле, пока еще есть возможность. Закройте люком. А знаете что? Я предлагаю для тех, кто сфотографирует нас рядом со своим домом или просто вы будете прогуляться по Волгограду, вот такой вот открытый люк. Если вы сфотографируете и опубликуете эту запись в группе телеканала Волгоград-1, Волгоград-1 ТВ, то я вам подарю два бесплатных билета на мультимедийную выставку Винсента Ван Гога. Заходите в нашу группу, публикуйте вот такие фотографии и мы будем с этим что-то делать. Мы будем исправлять ситуацию в Волгограде. ЧП Волгограда регион 34-134 радует нас новостью, что Волгоград и Пхукет с января свяжут прямой авиарейс. С 3 января волгоградцы смогут напрямую летать в Таиланд. Копите деньги и летайте прямыми авиарейсами согреваться 3 января в Таиланд. Идем дальше. Летим дальше. Волгоград новости В1.ру для тех, кто не улетит в Пхукет в Таиланд, а тех, кто останется здесь на новогодние праздники. Вот посмотрите, третью неделю в Волгограде рядом с детской площадкой ямы ведут они совсем не в страну чудес, да и по размерам отнюдь не кроличьи. Мы будем рассматривать эту фотографию, не фотографию, эту новость во весь экран. И давайте смотреть. Ну вот она. Вот посмотрите. Значит, в моем детстве таких конструкций с ямами не было. Иначе... Знаете, мы же, конечно, играли в детстве. Вот мы лазили по таким лесам. Но если бы были такие ямы, то, скорее всего, сейчас на этом месте... Но... Ну, не Сергей Анатольевич Ебухин сейчас вот, да, обозревал новости. Скорее всего... Скорее всего, этого не было. Но вот, вы знаете, волгоградцы надеялись, что коммунальщики вернутся в их двор до первого снега. Но они ошибались. Итак, жители двора по адресу Голоскова, 5, третью неделю подряд пугает, развершившаяся рядом с детской площадкой траншея. Давайте читать. Как рассказали В1, волгоградец Алексей Федин, после замены труп рабочие лишь прикрыли яму ограждениями. Прикрыли, но ветер повалил их в разные стороны. И теперь ходить рядом с этим местом небезопасно. Я искренне не понимаю, почему не закапывают траншею. Чего ждут коммунальщики, пока в яму провалится машина невнимательного водителя или упадут дети, которые гуляют рядом? Информацию о судьбе раскопанной траншеи В1 запросил у компании концессии Тефлоснажения. Напомню, что фотографиями разрытых ям волгоградцы делятся не первый месяц. Активные горожане регулярно приходят к своему коммунальному арт-объекту и даже отмечают его дни рождения. Информация запрошена у концессий. Будем ждать их. Решение должно быть одно. Закопайте яму. Артем в группе «Жесть Волгограда» опубликовал фотографию, на которой видно, как люди перебегают дорогу в неположенном месте. Я не верю, что волгоградцы на такое способны. Но эти фотографии доказывают мне обратное. Красноармейский остановка «Канал имени Ленина». 8 месяцев назад сбили на этом месте пешехода. Нерегулируемый пешеходный переход убрали. То есть вот посмотрите, вот там еще где-то видно, видите, вот эти вот оставшиеся как-то так вот где-то там воспоминаниях пешеходный переход. Вот все это убрали. В 50 метрах есть регулируемый пешеходный переход, а люди все идут вот здесь, понимаете. Лень им идти туда за 50 метров. Они лучше здесь будут подвергать себя опасности. И, ну, конечно же, те, кто за рулем. Потому что люди, которые едут за рулем, они по знаку ориентируются. Говорят, что здесь люди не могут себе позволить перебегать дорогу. Здесь интенсивное движение. Это красноармейский остановка «Канал имени Ленина». Ну, кто догадается перебегать улицу здесь? Вот как мы видим, есть люди, которые перебегают. Ну, мы будем читать комментарии, и, может быть, мы поймем, почему именно люди это делают. Вот Артем говорит, да, значит, не успел сделать фото, как папа-сына переводил. Жалко, ребенка будет. Папа-сына переводит в этом месте, и ребенок запоминает, такие, ну, если папа переводит, значит, мне тоже здесь можно, да, потом перебежать как-нибудь. Да еще и вечерком. Эх, так уже быстрее. Пешеходный переход убрали, это хорошо. А ничего так, что на этом месте трамвайная остановка, она не смущает. По старой памяти идут, пешеход всегда прав, пока жив. И Александр говорит, но не всегда жив. Прописные истины. Идем дальше. Вот Андрей в группе «Жесть Волгограда» просто маленькая заметка без фотографий. На красном опять сливают бензин, воруют аккумуляторы и музыку. Будьте внимательны. А? Ну, Максим говорит, ничего нового, в общем. Ничего нового. А вот Алексей уточняет, а где именно? Андрей говорит, депутатская улица. Так вот, уточняет, что на красном, на депутатской. Начали сливать бензин, аккумуляторы ворвать и музыку. Татьяна сегодня опубликовала в «Жесть Волгограда» заметку, что мало того, что за отсутствие знака «шипы», ГИБДД штрафы выписывают, они его еще и меряют. По ГОСТу длина основания должна быть 20 сантиметров. Помните, как выглядит знак вот такой? Вот шиповка. Вот основание должно быть 20 сантиметров. И это важно. Влияет на безопасность движения. А вот яма на дороге глубиной полметра, «Так это ерунда! Важный знак не меньших размеров!» Пишет Татьяна. С Татьяной можно согласиться. Ведь для того, чтобы выписать порой штраф, сотрудник ГИБДД перепрыгивает ямы, обходит их, выписывая штраф, а некоторые водители, когда выходят, тоже стоят, знаете, по колено в яме, а ему штраф выписывают, потому что у него знак не по ГОСТу. Вот комичность этой ситуации. Салтыкова щедрина на вас нет. Такие бы раз, такие бы написал, такие сатирические бы произведения. Но у нас, понимаете, у нас ГИБДД не имеет никакого отношения к дорожникам. И вот это же пишут люди в комментариях. Вот смотрите. Вот Иван говорит, «А какая взаимосмязь между ГИБДД и ямой?» Таня говорит, «Между соблюдением ГОСТ». ГИБДД должна заделывать ямы не по ГОСТу? Иван все продолжает. Нет, они не должны, конечно же, заделывать ямы. Они не должны выписывать штрафы за то, что у вас висит вот эта вот треугольная бирочка не по ГОСТу. Если автомобиль лавирует между ям, если вы видите, что... О, а почему он так криво едет? Ну-ка, посмотрим, останавливаю. Ну-ка, останавливаю. Не по ГОСТу у тебя вот это вот, что это? Не по ГОСТу знак? Штраф тебе. Штраф. 20 сантиметров у основания должно быть. Понимаешь, 20 сантиметров. У тебя... У тебя 18. Тоже, конечно, хорошо. Ну, должно быть 20. Должно быть 20. Я про основание знака. Значит, покажу вам еще несколько просто фотографий. Ну, это называется творчество. Знаете, такое интернет-творчество. Вот, посмотрите. Летняя резина. Так, на всякий случай, понимаете, да? То есть у человека... И вот на маршрутчике Диманыч говорит, сфотографировал. Вот, смотри, тут есть и каким бензин я заправляю. И что у меня за механическая коробка передачи. У меня АБС есть, у меня airbag, у меня все, и шиповка тоже есть. И, ну, это вообще Алексей Андреев, спасите за такую фотографию. Ты сделал просто, наверное, день многих людей. Посмотри, вот такой знак, какового такой вот. Для всех, кто еще и с вертолета смотрит на дорогу, все видно. Вот, не по ГОСТу, но видно. Еще одна фотография дизайнерская такая, знаете. То есть... Человек купил себе много наклеечек, и, видать, ему там выписали штраф. Он взял весь автомобиль. Папа клеил, говорит, смотрите. У меня шипы. Все смотрите. Друзья, спасибо. Вот, все по ГОСТу. Вот, все. Вот так должно. Все по ГОСТу. Да, все по ГОСТу. Жду, когда к чемпионату мира по футболу сделают все дороги. И тогда, и тогда я абсолютно спокойно буду относиться к штрафам. Я не знаю, вот такую наклейку. Абсолютно спокойно. А когда сотрудник ГИБДД перепрыгивает яму, чтобы подойти к автомобилю, ну, о каких штрафах здесь можно речь? Разворачивайтесь. Идите, выписывайте штраф дорожников, которые заставляют вас, сотрудники ГИБДД, перепрыгивать через дорогу. А вы же по этим дорогам тоже ездите. Вы же перемещаетесь на своих автомобилях по этим дорогам. Как вы это терпите? Ну, возьмите, вы если проехали по такой дороге, ну, возьмите этих дорожников за... за шиворот, возьмите их и скажите, почему я, сотрудник ГИБДД, порчу свою автомобилену, потому что ты своровал деньги и не построил дороги. А! Вот так вот, скажите ему. И все, человек тут же заделал. А вы же ничего им не говорите. Вы же говорите, да ладно, что мы объедем. У нас такие автомобили юркие. И все, и мы там, и за преступниками. Раз, и все, и поймали преступников. Евгений в группе «Жесть Волгограда» опубликовал видео, на котором собьют человека. Сразу буду предупреждать тех, кто очень впечатлительный. Его собьют, но он встанет и пойдет. Но все равно, если вы очень впечатлительный человек, лучше не смотреть это видео. А еще лучше... Да, конечно, надо посмотреть, чтобы не повторить его ошибки, этого человека, потому что сегодня утром напротив Сбера в Кировском пешеход переходил дорогу на красный свет в наушниках. В итоге его сбила машина, спровоцировав еще и аварию. С пешеходом все в порядке. Пардоньте за... нецензурную брань в видеоролике. Это просто эмоции. Но мы вам звук отключим, вы ничего не услышите. Поэтому просто посмотрите, посмотрите это видео. Все произойдет. Сейчас я вам покажу, где. Вот здесь все произойдет. Вот, смотрите, мы видим, как молодой человек идет на красный сигнал светофора, его сбивает маршрутка. Вот он сейчас уже под колесами автомобиля. Он встает и тут же в эту маршрутку въезжает автомобиль. Молодой человек трет себе поясницу, но, как мы видим, идет, поправляет наушники. Ну, надо ли что-нибудь комментировать здесь? Спровоцирована авария, переход на красный сигнал светофора. Вот, знаете, что называется, едешь себе, едешь, никого не трогаешь, и на тебе участник ДТП. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Ну, переходите на зима. Ну, и так сейчас, и так дороги не очень хорошие. И так освещены они не очень хорошо. И так с Волгоградом не все в порядке. И с экологией. Но, но мы вот можем просто посмотреть налево, посмотреть направо и перейти дорогу на зеленый сигнал. Ну, 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 живите долго, живите долго и по возможности. Правильно. Новости Волгограда час назад опубликовали новость, что Луи Витон за полторы тысячи, э-э-эй, это не черная пятница. Нет, это не скидки. Волгоградцам продавали продукцию неизвестного происхождения без сопроводительных документов и информации об изготовителе. Вот на портале новости Волгограда мы можем увидеть, что, значит, региональное управление Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки в магазине были обнаружены 167 пар обуви с логотипом Луи Витон. По полторы тысячи каждая. Чтобы вы понимали, ну, многие ведь как, на самом деле не сталкивались с Луи Витон. Я вам сейчас покажу официальный сайт Луи Витон и примерные цены на официальном сайте. Значит, смотрите, вот, 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 такие вот ботики стоят 111 тысяч рублей, да? Вот такие ботильоны стоят 111 тысяч рублей. Давайте, давайте еще чуть ниже, ну, может быть, не все такие цены. Да, вот есть и за 65 тысяч, и за 79 тысяч, и за 102, но, в общем, понимаете, Луи Витон это за полторы тысячи вас не порадует. Поэтому, если вы заходите в магазин и видите, ммм, взять себе, что ли, взять к Новому году, порадовать, что ли, себя, или полторы тысячи, полторы, была не была, заверните мне, да, еще и в подарок возьму. Две пары, давайте, три тысячи. Знаете, конечно же, это подделка. Вот если там ценник около 70-80 тысяч, то и переваливает за 100, это, скорее всего, Луи Витон. Новости Волгограда продолжают. Впервые Волгоградец выставка Сальвадор Дали, священное послание, на которое представлено 105 работ великого сюрреалиста. Все это в Музее изобразительных искусств Машкова. Если вы еще там не были, вперед, я там не был, вперед. И, наконец, ЧП Волгограда регион 34-34 говорит не о ЧП сейчас, а о просто хорошем событии, которое ждет город. Кардиохирург Бориса Ельцина прочтет лекцию в Волгограде. В Волгоградском государственном медицинском университете состоится лекция ведущего кардиолога России Рената Акчурина. Вот как выглядит Ренат. Очень скоро мы увидим его в Волгограде. А на этом программа емко завершилась. Меня зовут Сергей Анатольевич Ебухин. Мы обозревали все Волгоградское и завтра продолжим заниматься тем же. Так что до завтра. Может быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова